Чуть более двух с половиной месяцев работы Конституционного совещания позади обсуждена каждая статья проекта основного закона страны. Наиболее оживленно члены совещания рассматривали основы конституционного строя, социальные права человека, а также статус, функции, полномочия и ответственность органов государственной власти. В предлагаемой редакции есть очень много конституционных правов и все эти навелы направлены на совершенствование государственного управления, на совершенствование и защиту прав и свобод человека гражданина и на совершенствование основ конституционного строя. Только после воли изъявления населения, если они поддержат на референдуме данный проект Конституции, только в этом случае президент будет уже работать согласно новым полномочиям, закрепленным в предлагаемой редакции Конституции. А в настоящее время после вступления в должность, то есть после инаугурации президент, конечно же, будет действовать согласно действующей редакции Конституции 2010 года. Уже завершена работа пленарных заседаний трех секций, где члены совещания вносили свои предложения. Сейчас же работа Конституционного совещания вышла на финишную прямую. Рабочая группа совместно с лингвистами переводят проект основного свода законов на русский язык. Конечно, мы передадим Джогург Кенешу, потому что в указе президента так и написано, что это работает, потом мы обязаны передать Джогург Кенешу. Это мы получили от Джогург Кенеша, поэтому дальнейшую судьбу нашего проекта будет решать депутат Джогург Кенеша. Страна стоит на пороге конституционной реформы. Кыргызстанцам вновь предстоит сделать свой выбор. Другой вопрос – когда? Отдельные члены ЦИКа сообщали, что референдум должен состояться до выборов депутатов Джогург Кенеша, чтобы состав нового парламента был сформирован согласно предлагаемым изменениям в Конституцию, а именно по смешанной системе, то есть по партийным спискам и одномандатной системе. Из соображений экономии, как отмечают члены Центра избиркома, референдум можно провести одновременно с выборами депутатов местной Кенеши, которые состоятся уже в апреле.